В Краснодаре состоялось заседание Краевой координационной комиссии по профилактике правонарушений. Провел его вице-губернатор Юрий Бурлачко. Совещание прошло в режиме видеоселектора. На связи с Краевой столицей были все муниципальные образования, в том числе и Славянский район. В начале заседания заместитель главы региона отметил, что на Кубани последовательно проводится работа, направленная на снижение напряженности и стабилизацию общественно-политической обстановки. Органами государственной власти Края и местного самоуправления проводится мониторинг за ее развитием и выявление угроз политического экстремизма. По состоянию на 15 июня в Крае было проведено 225 публичных мероприятий, в которых приняло участие более 900 тысяч человек. Благодаря усилиям организаторов мероприятий и профессионализму полицейских, задействованных при подготовке и проведении массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и экстремистских проявлений не произошло. Мы можем много делать и впереди перед нами очень серьезные вопросы, которые требуют детальнейшей проработки, передаемые вопросы мероприятия, которые необходимо обеспечивать безопасности граждан, и впереди избирательная компания. Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос обманутых вкладчиков. В сегодняшних экономических условиях финансовая неграмотность населения стимулирует деятельность недобросовестных компаний и организаций, так называемых финансовых пирамид. Как правило, до 80% обманутых вкладчиков составляют люди старшего поколения, пенсионеры, инвалиды. По распоряжению губернатора создана рабочая группа по вопросам оказания содействия гражданам, пострадавшим от организаций, осуществляющих недобросовестную практику на открытом финансовом рынке. Ведется мониторинг рекламы на рынке финансовых услуг. С 2007 по 2017 год на территории края было выявлено более 40 организаций, обладающих признаками финансовой пирамиды, деятельность которых послужила основанием для возбуждения уголовных дел. С момента начала работы нашей рабочей группы органами исполнительной власти Краснодарского края было рассмотрено более 100 обращений граждан. И вместе с этим только писем. Кроме того, на горячую линию, созданную Департаментом инвестиций для развития малого и средственного власти Краснодарского края, уступило порядка 350 телефонных звонков от граждан Краснодарского края с информацией, касающейся деятельности таких организаций. В ходе заседания было решено применять превентивные меры, направленные на выявление причин и условий совершения преступлений данной квалификации, а также усилить работу по просвещению населения в области финансовых услуг. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».